А теперь слушайте. Значит, справление Эдуарда VI было кратким, но очень репутативным. В это время были созданы эти самые 42 статьи кальвинистского направления. Вы помните, что Джон Нокс участвовал в составлении этих 42 статей? И вот такая англиканская церковь с кальвинистским направлением была. Ну и этот реформатор Англии, Томас Кранбер, это ещё до смерти королева. А Генрих поддерживал движение, да? Нет, 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 это после смерти Генриха, Эдуарда VI, сын его, которые воспитатели были протестанты, наставники были протестантские у него. Так что потом был такой период, эти 42 статьи. Но вообще говоря, чтобы нам понимать всю историю Англии, можно прочитать, как Томас Кранбер выражает веру во власть божественного князя. Томас Кранбер будет реформатором Англии, но он никак не сможет отделаться, в отличие от Томаса Мора, который говорил незаконно, чтобы король был главой церкви. Томас Мор, вот такое смелое утверждение высказал о Кранбер, он выразил вот такое мнение, из которого можно объяснить дальнейшее происходящее. «Власти от Бога, и от них зависит здоровье всех подданных, а также передача Божьего слова для исцеления душ. От них же политика и гражданское управление». Ясно? Такой был взгляд на власти, что вполне естественно, что власти от Бога, и поэтому король естественно является главой церкви, потому что от него зависит здоровье подданных, передача Божьего слова для исцеления душ. От него идёт политика, от него идёт гражданское управление. Понятно? Ну, то есть вот такое даже, как назвать, взгляд на тотальное такое управление короля. По одному знаку короля казнят, ничего не расследуя. Вот казнили этого человека несчастного, которого пытками добились обвинения, Аннаболея в любодеянии. Затем Томас Мор без всякого суда, без ничего, без суда, без следствия. Он казнён, потому что он выступил против наследников Аннаболея. Томас, подожди, когда он будет сожжён, это будет при Марии Кровавой, это мы ещё должны дойти. Итак, значит, когда король умер, короткое царствование Эдуарда VI и большие успехи протестантизма в Англии. Вы понимаете, Англия, остров, находится далеко от Европы, но идеи нельзя убить, и истину нельзя убить. Это мы будем смотреть, когда вот последний фильм про Киндала сегодня будем смотреть. Мы увидим, как труды Лютера в мешках, вместе с пшеницей, там книг напиханных в мешках, когда рабочий едва поднимает мешок, потому что там не столько пшеницы, сколько книги. Это называлось на английском языке смаглинг. Смаглинг — это пропихивать, провозить тайно, контрабандно как-то. И поэтому купцы были посредниками распространения Слова Божьего. Им не было миссионеров, а были купцы. И купцы очень дорого продавали эти книги, поэтому были заинтересованы в этой торговле. Ну так вот, идеи проникали. И университеты, особенно Оксфордские, Кэбриджские университеты, это были... Ну, именно основа реформации была в этих университетах. Мыслящие люди, образованные люди, профессора — они были все затронуты идеями реформации. Так, теперь бедный мальчик, 17 лет, он умирает. Воцаряется Мария, дочь вот этой Катарины. Что происходит с Елизаветой? Сестра, помня об участи своей матери, которую высылали, высылали, отсылали, которая умерла в холоде, голоде и нищете, она ненавидела свою сестру. Елизавета вела себя тише воды, ниже травы. Выражая полное своё подчинение и полное своё уважение. Посмотрите, пожалуйста, это Мария. Кровавая. Посмотрите, видите лицо. А это вот Елизавета. И... То есть она с малых лет, она должна была держаться кротко и смиренно. Я говорю, тише воды, ниже травы. Потому что чуть что, старшая сестра её может упечь куда угодно. Её... Ей не давали одеться красиво. Кормили ей два и два. И она была ещё предметом посягательств, вельмож. Беззащитная девочка. Беззащитная, молоденькая, красивая. И она понимала, что это тоже ей погибели. И она оборонялась всеми возможными способами от посягательств. Это тоже часть её последующей жизни, когда она никогда не выйдет замуж. Она будет понимать, что любовь, замужество – это вот потеря головы. Ну, потому что мать её обезглавили. И она... Ну, она, может, не смотрела, но она знала, что мать обезглавили. Замужество. И потом вот эти... Она, будучи уже такой, ну, подростком, она понимала опасность, если она уступит этим притязаниям вельмож. И как это обернётся для неё, это опять будет вот конец её жизни. То есть это что-то смертельно опасное. И вот это отношение сделает её очень особенной королевой. Историки говорят, такой королевы нигде никогда не было. И что Англия необыкновенно счастлива была иметь такую королеву. Никто никогда не правил с такой мудростью, с таким... Она не занималась ни развлечениями, ни увлечениями, ни любовями, ни... Понимаете ли, она служила вот... Вся... Бессмысл был, любовь народа. Так вот, значит, эта жизнь её во время царствования Марии была очень жалкая. Это тоже был какой-то этап её подготовки к будущему царствованию. Теперь послушайте. Мария имела тоже такой брак династический, ну, по выгоде. Поскольку, значит, отец её смотрел в сторону Испании, она тоже. Она вышла замуж за короля испанского Филиппа. Муж её совершенно не любил. Он её оставил сразу же после женитьбы. Он только ждал, когда она умрёт, и он воспользуется её короной. И несчастная вот эта жизнь этой Марии. Она начнёт казнь протестантов. Она будет расправляться с теми, к которым принадлежала ненавистная Анна Болеин. И она всё-таки найдёт предлог и начнёт Елизавету ссылать, так же, как её мать ссылали. Сначала пригородный дворец, потом жажурный дворец, а потом нечто похожее, как тюрьма. И только маленький садик был, высокие ворота, замок. Елизавета читала Библию, молилась много. Она знала, что мать её была протестантка. Она знала, что, помнила, что её воспитательница была протестанткой. Она прилепилась к Богу и к Божьему Слову. А Мария Кровавая, католическая Кровавая, королева Англии, она умирала. Умирала она от какой-то тяжёлой болезни. И никто не имел к ней сострадания. И муж не приехал с ней прощаться, и муж её не любил. И подданные, когда поняли, что она уже смертельно больна, они все покинули дворец, и огромное шествие двинулась в сторону этого замка, где была заключена Елизавета. Ещё при жизни той, ещё та не успела умереть. Ну вот, а Елизавета, как всегда, вставшая утром, вышла в садик с Евангелием в руках. И она всё время ждала конца своего. Вот, ещё там ключ повернётся, это может быть за ней. Это может быть теперь её казнь. Понимаете, она всё время шла в ожидании казни. Потому что, ну, соперница престола. и действительно, ключ открыли, шум народа слышат. И первый пэр Англии, он вошёл в эти ворота и преклонил колено, и принёс взгляд в верности как королеве Елизавете. Она тут же встала на колени и на псалом этот, что все воды твои прошли над моей головой. Давида. Она не могла поверить даже, а толпа ликовала. Они обрели королеву. Она с великим ликованием была возведена на трон. Она первым делом освободила всех. из темниц всех осуждённых за веру. И много других милостей явила. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чём молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Я сейчас буду теперь уже оставляю в покое Елизавету. Только хочу сказать, что её историки называют королевой, которой не с кем сравнить. Что она почти 50 лет правила так разумно Англии. Вы понимаете ли, она из всего извлекала уроки. Ведь будет ужасная испанская армада двигаться на её в беззащитные острова. И она после того, как Бог избавит её, она создает крепчайший флот, английский флот будет славиться во всём мире. Этот флот впоследствии поможет эти колонии иметь отношение с колониями и держать их в порядке. Вы понимаете, без флота Англия не имела и не была бы владычицей полумира. Она вот такой флот, который может достигать самых отдалённых мест. Флот она сделает из-за этой армады. Понимаете ли, она как-то не думала об этом. А потом, когда вот эти колонии появятся, это уже при другой царе, там будет ещё другая Виктория, тоже долго и счастливо будет править стороной. Вы понимаете, история это даты. Эти даты надо знать. я написала вам. Почему? Потому что тогда мы начинаем соображать. Ага. В то время было в Англии то-то, в Испании то-то, в Германии то-то. Да, картина какая-то восстанавливается. Ну, например, вот эти годы жизни Элизаветы, долгие годы правления. Вы знаете, что Элизавета, она ведь к ней сватался наш Иван Грозный. Да, она замуж не выходила, но она очень любила ухаживание, подарки, приезды, балы, танцы, все это, да, и потом отказывала. Парламент вызывал ее, можно сказать, на ковер, что Ваше Величество, вы обязаны, вы ответственны за наследника, вы должны иметь наследника, вы должны выйти замуж. И она там прямо в истерике впадала. Она увиливала всячески, сначала отговаривалась, отшучивалась, потом прямо отвечала на них, она отказалась выходить замуж. Ее, чтобы нам закончить с Элизаветой, потому что дальше будем говорить про события, которые были во время ее правления. Значит, тут у меня есть такая ее оценка, я вам ее уже изложила, она была королевой, которая так долго и так мудро правила своим королевством, чего не было, не слышно, не написано о ком-нибудь другом, ни в ее время, ни в давние времена, своими имен императора Августа. ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. ищите нас тв-семинарии. Продолжение следует...